У меня был очень хороший друг, Кешка Ламбель. Мы с ним работали вместе в Молодежи Эстонии, Хейдрих Ламбель. Мы очень с ним дружили много-много лет. Дома Нонна. И оказалось, что он был прекрасный поэт. На самом деле прекрасный поэт. И это было так странно, что ты с человеком дружишь, у тебя с ним общая кровеносная система, и ты не знаешь, что он прекрасный поэт. И параллель может быть неуместна, но я очень рада бываю, когда какие-то люди, которые тебе интересны, которые ты веришь, открываются еще этой стороной. Сегодня, а не когда-нибудь потом. Поэтому я, когда, скажем, Левиши написал свои замечательные воспоминания о Таллине, я вот летала, очень облетаю, и читала Шера «Захлеб» совершенно. И многие какие-то вещи узнавали, у нас с ним разница в возрасте некоторая, но тем не менее. И книга Алексея тоже для меня была таким вот... Это такая новая грань, и очень здорово, что она открылась сейчас. А потом я стала думать, что для политика, наверное, для политика в частности, эта творческая составляющая необходима, потому что эти люди, они по-другому думают, они шире, они глубже, они более честные, как бы эмоционально. И это очень важно. И поэтому вот эти вот так называемые там бролеры, чиновники, кто-то еще, да, люди, которые красиво говорят, убедительно, там, носят галстуки. Вот если не можешь ямбу от хари отличить, и ходи в политику. Я знаю Алексея Семенова больше 40 лет. Это человек чрезвычайно образованный, начитанный, глубокий внутренний культурный. Очень жаль, что эта книга выходит только сейчас, она, конечно, была достойна выйти заметно раньше, но лучше поздно, чем никогда. Тут есть и переводы, и пьесы, и стихи. Стихи интересные. Для меня главное всегда в стихах, я смотрю, есть там поэтические чувства. Что это такое, мне даже трудно определить, потому что как-то интуитивно, есть или нет. Вот, например, такое стихотворение Алексея. Начинается так. Вода ночная, в озере лесном дремлет, черное небо. В черной воде отразилась белой птицей. Плыву по ночному небу, а подо мною знак водоления. Лиловый воздух и леса ковер зеленый, цвет ожидания, скорее всего, синий, желтый месяц, как преданная собака, смотрит в глаза, не моргая. Есть тут поэтические чувства? Фон есть, значит, это поэтические. Хорошо, что это будет. Алексей, как так получилось, что за столько лет, не будем вас, зрителей, скрывать, за 70 лет, это твоя первая книга в этом жанре? Ну, так случилось, что я в свое время книжку не издал. Это все стихи, тексты, которые были написаны в конце 70-х, 80-х годах. Я был человек легкомысленный, думал, что еще успеется, вся жизнь впереди. Книжку издадим когда-нибудь. Потом я человек не очень активный, ленивый, мягко выражаясь. А тут надо сидеть, готовить, подбирать, думать о том, как скомпоновать, ну и все такое. Поэтому я все это откладывал. Откладывался до того, что глянула... Ну, что глянула? Глянула на нас, в Эстонии, глянула независимость, так скажем. Для России глянула там перестройка и прочее безобразие. Эрихии 90-е годы. Вот. Возникли совершенно новые идеи, новые ощущения. И вообще новая страна, в которой я оказался. Вот. И тут как-то мне показалось, что уж теперь-то точно уже не до стихов, что я буду мучиться что-то там сдавать, да кому это нужно. Никто это все равно не прочитает. Может быть, я был и прав, кстати. Кто бы стал все это читать вот в бурные 90-е годы. Ну, так все и осталось. Потом, вот, как известно, об этом много говорили, пришлось заниматься демократическим движением и стать демократом. Потом пришлось объединенной представительной ассамблеей, потом объединенной народной партией, потом правозащитой, потом то-се. И, короче, вот, когда мне глянуло 70 лет в этом году, я вдруг ощутил, что я как-то остался должен перед человечеством. Вот. Все-таки такой корпус текстов. Надо же, чтобы они могли и человечество, то есть, могло с ним ознакомиться. Вот тогда я сел и взялся, готовил, собрал. Как получилось? Вот, значит, все. Скажи, пожалуйста, вот, для меня это открытием не было, мы с тобой знакомы достаточно давно. Меня удивило, что очень много среди присутствующих практически не знали о том, что ты, помимо политики и правозащиты, занимаешься еще и литературной деятельностью. вот это от скромности излишней или от чего это? Почему излишней? Это мои природные скромности, разумеется, конечно, раз. Во-вторых, я действительно искренне полагал до последнего времени, что это сейчас никому уже неинтересно и не нужно. Это два. Ну, а в-третьих, как бы это сказать, у меня это не первый раз. Предисловие, если вы там прочитаете, там написано, что я прожил много разных жизней. У меня есть жизнь профессионального спортсмена, который уже когда-то очень давняя. Потом из этого я быстренько как-то сразу перескочил в этого ну, ученого, я бы сказал, даже так, социального психолога, социолога и там кое-чего удалось добиться. Мы даже с моим шефом на непокойном, к сожалению, я дал автору одного интересного открытия в области социальной психологии так и диспенсационной теории регулирования социального поведения. Я просто вот переключил сюда. А потом в конце 70-х годов как-то вдруг все больше стало понятно, что социологией в этой стране заниматься в той стране советской довольно сложно. Это вот идеологическое давление было сильное. Ну, а поскольку я человек ведь у меня есть куда-то чем заняться. Я подумал, что займусь как-то вот еще и этим. Потому что у меня были попытки писать стихи и начал заниматься тем более-менее профессионально и как видите получилось. Потому что критерии профессионализма ко всему прочему это не просто стихия а умение переводить. таможная техника, таможная вдохновения не обойдерживаться, что называется. Ну вот примерно так. Ну и конечно никому об этом тут не говорил, потому что даже в голову не приходило, зачем. я вот тут другими делами занимаюсь, тем это тоже известие достаточно. Это еще не все мои жизни. Я еще даже занимался когда-то театром и играл на сцене. Любительский, конечно. Но тем не менее это было тоже по-своему интересно, как-то в другой раз. Чтобы было понятно, о чем водит речь, ты обещал прочитать стихотворение. Ну, да. Прочитали много. Вот у меня самое короткое стихотворение, почти-почти, так сказать, что называется на европейский лад. Вот капли. У каждой своя жизнь. Летят свободные, никто им не нужен. У каждой в душе небесная синяя. И каждая кончай уже.